Телеканал КРТ представляет О лицензировании телевизионной деятельности За 60 дней до конца лицензии, до окончания срока Обязан Нас-Совет рассмотреть этот вопрос Почему? Чтобы если вдруг они откажут То у вещателя есть возможность обжаловать их отказ в суд Пройти судебные процедуры И добиться справедливого судебного решения В наших же условиях Нас-Совет уже целенаправленно взял курс На лишение лицензии телеканала КРТ Поскольку должен был рассмотреть вопрос лицензии Еще в мае месяце Сего года Однако не то, что не рассмотрел Либо дал какой-то отказ А просто игнорировал Не ставя в свой порядок дня Данный вопрос Чем же он занимался в это время? В это время он занимался тем Что назначал нам проверки Внеплановые выездные проверки За что? За то, что наши гости Смели высказать свою точку зрения Которая не коррелируется с государственной пропагандой Допустим, касательно Майдана Гости, не наши сотрудники Что мы против чествования коллаборантов были Гости высказались Допустим, нам предъявили претензию За то, что мы показали парад Мы сделали репортаж И показали парад победы в Минске Какие проблемы? У нас что, война с Белоруссией? Или разорваны дипломатические отношения? Или в Белоруссии враги сидят? Нет Оказывается, еще знаете Какую нам претензию предъявили? Что наш сотрудник Захопленно комментировал Захопленно комментировал Репортаж о параде победы в Москве Исторической реконструкции Где мы говорили о четырех украинских фронтах Ну это история, да? Это фронты Дальше оказывается Что мы предоставили площадку людям Которые смели высказать свою точку зрения На ЛГБТ-движение Опять-таки, не мы И целый аубудсмен вмешался Написал Кляузу в нацсовет Что мы, видите ли, дали возможность людям высказаться Тем людям, которые против ЛГБТ Что бы так аубудсмен беспокоился О наших узниках Которые по тюрьмам сидят И просидели В том числе и вы Несколько лет Нет, они не делают Дальше Вы представляете, что Нацсовет поступил Как какой-то своеобразный шулер Мы знаем, что сейчас Они проводят онлайн-конференции Да, мы можем включить И посмотреть вопрос Который они рассматривают Мало того, что они Вдруг неожиданно ставят В порядок дня 30-го числа Вопрос о рассмотрении Продления лицензии Телеканала КРТ Они обязаны В таких условиях Это закон пишет И регламент За три дня За три дня Пригласить представителя Нашего телеканала Дабы мы могли Изложить свои аргументы Но этого они не сделали И мы узнаем Буквально из интернета Мы идем Соответственно Под стены Нацсовета В том числе и наши представители Чтобы попроситься Примите нас, пожалуйста Нет В это время На нас насылают Нацкорпус Который срывает митинг Блокирует нацсовет Так что мы не можем Туда попасть Чем вообще Блокируется Наше конституционное право Данное непосредственное Обращение с чиновником Госпожа Гиря Семюк Ставит на голосование По телевизору Это все видели Могут посмотреть в интернете Вопрос О продлении Лицензии Телеканалу КРТ Они голосуют И отказывают нам В продлении Лицензии А мотивируя это Как бы тем Со слов их Да Они мотивировали тем Что оказывается Аж в 2003 2005 В 2003 Мы лицензию получили Что в 2005 Аж в 2006 И в 2016 Мы там Совершили какие-то нарушения Во-первых В 2005 В 2006 У нас вообще была Совсем другая лицензия Нынешняя лицензия Она выдана В 2010 Году Каким образом Они присовокупили Туда Ну надо было Что-то найти Касательно Решения 2016 Года Там в нем Говорится Что сам надсовет Должен потом Провести проверку И отменить свое решение Если там Ничего такого нет Нет Но они голосуют И голосуют Что? Ставится на вопрос Продлевать лицензию Ноль голосов Не продлевать лицензию Голосуют И воздерживаются Три человека Хорошо Ставится тогда Следующий вопрос Госпожа Герасименко Что у них есть Еще альтернативное решение Отказать В выдаче решения Это ведь Зиневича Ага Отказать В выдаче решения И она тут вспоминает Говорит Господа Во-первых Они сначала Выключились Из публичного поля Что-то там Тихонько Порадились Там между собой Хотя это является Нарушением публичности Ну ладно Хорошо Она вспоминает Говорит Слушайте Так мы же должны Представителя пригласить Давайте перенесем Этот вопрос Перенесли То есть они голосовали За два отдельных решения Сегодня мы открываем А опубликовано Совсем другое решение Опубликовано На сайте Что Был поставлен вопрос О Продлении лицензии Мы проголосовали Перенести этот вопрос Видеозаписи Конечно Конечно То есть это Ничто иное Как служебный подлог Когда Службовый излочин Конечно Когда голосовалось За одно решение А зачем Они это делают Они поняли Что они Нарушили Много законов Да Они не рассмотрели Вовремя Они не Представили Представителя И они понимают Что как теперь Это легализировать И теперь они Как карту Шулиев передергивают Что Давайте мы пригласим Представителя Он придет И мы ему Законно Откажем Продлении лицензии То есть Чему Я веду Что В действиях Национального совета Мало того Что это Злоупотребление Властью И служебными полномочиями Когда в сроке Четко определенное Законом Не рассматривается Вопрос Предоставления лицензии Игнорируется Специально Чтобы у нас Фактически Лицензия закончилась Мы не могли Обжаловать в суд Ну потому что Нечего обжаловать Они нам и не продлили И не отказали А раз И священие Все выключат Нас И второй вопрос Они передергивают И совершают Подлог Пан Андрей Будь ласка Поясните Нашим глядачам Стосовно Вчерашних Безчинств Ультрарадикалев Чия реакция Телеканала Чи подавала заяву У полиции Да конечно Мы сегодня Написали заявление Подвели итоги Кроме тех Безчинств Которые Да Осуществлялись Нашим сотрудникам Телеканала Поступают угрозы По телефону В мессенджерах Мы взяли Собрали эту информацию И сегодня Обратились В Печерское управление Полиции С требованием Расследовать Во-первых Хулиганские действия Препятствования Журналистской деятельности Угрозы И срыв Законного митинга Силой И в том числе В порядке Ну и вы сказали Блокование Державной установы Вони не допускали Входить Это же Тяжкий злочий Это есть Препятствование В том числе Журналистской деятельности Адвокатской деятельности Мы не могли Зайти туда Мы не могли Зайти Конечно По заявлению Подано Преступление Нами получена Соответственная бумага Ну ждем до понедельника Реакции полиции Как она среагирует